Расскажите, что это за тыквы у вас такие? Какое-то чудо. Я такого в Калининграде никогда не видел. Это вы сами выращиваете или привозите из Голландии? Какой район? Багертиновский район, Берлин. А, даже поселок могу сказать, потому что собрали весь урожай. А здесь не написано Хэллоуин когда у нас в этом году? 30-го, наверное, 31-го, не знаю. Зачем Хэллоуин? Это же не наш праздник. Не, я так, на всякий случай, потому что не наш, говорит, праздник, а... Не наш праздник, который ты на всякий случай поставил, как-то сламу для того, чтобы... Правильно, надо все, ничего страшного. Здесь еще не все. Не все, да? А где еще? Ого. Поехали туда, куда я и везу. А далеко? Если вам 20 метров... Сейчас я, сейчас я велик. Не, велосипеда оставьте здесь, а я сижу здесь все равно. Вы посмотрите, да? Вы хотите. Спасибо большое вам. О-о-о-о, сейчас посмотрим. Друзья, я попал на тыквенную фазенду, это просто невероятно, и вы первые тебя увидите. Как же это круто. Мне пришлось витрину даже вынести из... А как вас зовут, скажите, пожалуйста? Николай. Николай, меня Сергей Милушкин. Очень приятно. И мне очень приятно. Я просто как вот, не знаю, еду по Наитию, но такого, честно говоря, вот ни разу в Калининграде... Да я вообще в жизни такого не встречал. Почему? Ну не знаю, потому что вы первые, видимо. Да нет, у нас очень много ребят, кто выращивает сюда. О-хо-хо. Там за углом можете пора видеть. Смотреть там вот за этим. И там... Дверь еще. Да, сажаление работа. Какая красота. Какое же это чудо, а. Какие вы здесь у нас. Какие вы молодцы. Здесь большие для того, чтобы можно было использовать на Хэллоуин, на всякой фигне, если кто кому не необходимо это все. Разные цвета, разные размеры. Ну для каждого же по-разному. Да, конечно, конечно. Это просто невероятно здорово. Ну, к сожалению, приходится использовать личное помещение. Ну а как еще? Жилое помещение. Как? Поддержать. Поддержать фермеров. Так я и говорю, нет, а как? Приходится использовать. А где еще их хранить? У нас 17 гектар. Ага. Мы на 17 гектарах могли бы поставить себе ангарчик небольшой для того, чтобы хранить это все. Но мы не можем построить, потому что у нас КФХ-1. Мы писали заявление в Барутинский район для того, чтобы перевести в КФХ-2. Угу. Где можно уже построить амбар, который можно загнать. Трактора, спецтехнику, все. А так приходится вот на диван закидывать все это. На диван, ребята. Если, если я не знаю, кто-то смотрит, от кого такое решение может зависеть, помогите фермерам. Ну что ж, посмотрите какие тыквы. Ну это ж прямо гордость Калининградской области, на мой взгляд. Да и не только Калининградской. У меня глаза, я не знаю, на что вылезли. Но уникальное место. Ну и здесь нам приходится выкладывать все это вместе с того, чтобы заниматься другим делом. Вы огромные молодцы. Ух, какая красотка. Нет, самое красивое это вот эти оранжевые с зелеными, да, типа жабы. И они оранжевые внутри, это самая суть. Кабачки закончили, сейчас на семена кабачки оставили. Вот у нас есть там все, что в споре не забирали, мы кабачки на семена. Все это из своих семен уже использовали. Смотрите какие красивые, просто красавицы. Ну если будете, то посмотрите, ребят. Не могу не улыбаться, глядя на такие тыквы. Если такой будете есть, то можете взять с собой. Дарите? Конечно. Огромное вам спасибо. За ваши блоги можно и подарить и тыкву. Я очень надеюсь, что вам ваши слова услышат и какую-то помощь вам окажут. И дойдет мое видео. У меня полтора миллиона подписчиков. И я думаю, что, ну хоть до кого-то оно дойдет, ребята. Вот оно все лежит. Какой приемник? А это, наверное... Пластинки для этого приемника, да. Ну разумеется, ребят, я вам сейчас покажу и телефончик, и название, и адрес, куда заехать и купить такую прекрасную тыкву. И с учетом того, что я не профессиональный фермер, а специалист по сигарам. У меня, в принципе, сигары это были. Но у нас загнали. Вот. Ну покажу. Ага. У нас есть трубка. Трубка мира. Нет, трубка мира. Да. Ох, какая! Это на Первую мировую войну трубка. Вот так они и делали. В Первую мировую войну? То есть сколько их? Да. Сколько их лет? 1912 год, вот написано на этой штучке. 1912 год. Ну это вот 1416 год. Ну это вот 1416 год. А эта трубка, она Пруссия или? Да, это Пруссия. Да, это Пруссия. Да, Лаундштурм использовал. Для того, чтобы они курили. Как кони, да? А что было курить? Да, да, недавно ходит любитель тыкв. Ваш любитель тыкв. Рыжий. Рыжий. Иди, прячься. Покажу, ребята, еще вам немножко. Вот эти вот красавицы. Они огромные. Ну вот как? Вот тут прям погреб, конечно. Конечно, не приспособлено. Ну а где еще хранить? Ну правильно, хоть так. А тыквы, кстати, как правильно хранить? Ну то есть... В сухом месте. А температура важна? Да, я отключил все отопление здесь. И конечно важна температура. Необходимо ее снизить максимально, ниже. Ну и проветривание. Проветривание. Ну это сухое помещение должно быть. Вот как здесь сухое помещение. И без всяких отоплений, и без сырости. А, да, немецкие вещи. Это утюг. Его покрасили, конечно. Ну, может быть, зря покрасили. Это спиртовой. Ага. Соответственно, здесь все это прогорало. А наши уже... Не наши, а также немецкие. Но они здесь на углях. Ага. С необходимым было на печке его разогреть. Ну там по весу были, различались. Ага. Здесь написано... Что-то... Аж... Н-2... Три... Ну, три килограмма, наверное. Три литра? Нет. Н-2-3-л. Специалисты, расскажите, что такое Н-2-3-л? Ну, скорее всего, три килограмма. Мы можем здесь, по большому счету. А, да. Наверное. Спиртовые. Они использовались в те же времена. Просто уже пошли большие, чуть побольше. И спиртовая колоба здесь стояла. Здесь была деревянная ручка. Угу. И регулятор. Подача спирта. Это спиртовая. Угу. Ну, такие же были и бутылочки у них. Я на реконструкцию такие вожу. Как выехали? Ага. Использую. Они на сих пор со своей резинкой еще. Такие. Для рома? Спиртное. Угу. Использовали. Да, красиво. Ничего не скажешь. Ну, вы молодцы. Спасибо вам большое. Я поэтому и сохранил. Вот оно. Ага. Видите, какая форсунка у нее стоит. Да, вообще, раньше делали такие вещи, что сейчас смотришь и думаешь. Вот это дизайн по-настоящему. Да, я поэтому и сохранил максимально, так как оно было у немцев, даже батарея. Если у нас... Батарею могу показать. Угу. Вот эта система, так называемая «Американка», да, она у нас появилась в Калининграде буквально, скажем там, я не буду сейчас говорить конкретно по времени. Ага. Ну, такая 10 лет. Тоже повернешь ее. Вот повернешь, вот это «Американка». И с той стороны, то есть это бронзовые гайки, и ты можешь повернуть трубу так, как им необходимо подогнать ее в то положение, которое необходимо подогнать. Ага. И вот немцы еще сделали в то время, это было у нас в 34-ом, наверное, году, скорее всего построили дом. Ну, примерно в 30-х годах. Потому что в 29-ом я смотрел карты, и еще нашего дома не было. А вы здесь и живете, да? Да. А как бы это... Участок у вас там, в Агратионовске? Да, но мы купили землю, когда санкции ввели, необходимость какая-то есть для того, чтобы что-то выращивать. И у вас прям 12 гектар вот тыкв? 17. 17? 17 гектар тыквы. Тыквы мы маленький участок сейчас используем, чтобы земля не простаивала. Сейчас высаживаем фундук, высаживаем сливу и грушу. Сливу, грушу, угу. А 10 гектар пока стоят под траву. Азимая? Нет, трава просто трава, это для того, чтобы там корову там, у соседа паслись. Пусть пока так стоит, но тем не менее, так лучше. Согласен. Чем она просто будет стоять. Согласен. Сейчас уже нет где-то возможности приобрести. Да. Ну пойдемте туда еще посмотрим. Больно уж у вас тут, конечно, аутентично так все. Такой ящик. Кот ходит. Рыжик. Ящик это коптильня. Это колбасу коптить. Да? Конечно. Потому что... Вот это колбасу коптить, да? Колбасу коптить. Я бы так проезжал, подумал бы, что это просто какой-то сундук для хранения каких-то вещей. Не-не-не. Это коптильня. Можете понюхать, как она пахнет внутри. А, да. Ха-ха. Действительно. Это холодное копчение. Здесь подключается генератор. Ага. Дымогенератор с этой стороны просто я вынес его из-под навеса, потому что необходимо тыква сахарить. Дымогенератор подключается и все, там холодный дым идет. Ты можешь коптить все, что хочешь. Понятно. Здорово, ребята. Вот так вот. Представляете, проезжаешь. Это у вас улица Потемкино. Потемкино. Дом какой? Дом 16. Ребята, Потемкино, дом 16. Самые лучшие тыквы в Калининграде. И это... Самые лучшие. Это не реклама. Но одни из лучших, назовем. В Зеленоградске сейчас был тыквенный день. И там были тыквы. И по 300, и по 500, по-моему, даже килограмм. Не, ну до Зеленоградска нам еще тут ехать и ехать. Не, ну до Зеленоградска там был как раз тыквенный день. Там было очень много тыквы. Но самое вкусное вот это тыквы. Вот это? Да. Вот, рекомендуют. Вот, послушайте, что вам говорят специалисты. Так что приезжайте и забирайте вот эти тыквы. Самые лучшие. Вот она лопается от... От сочности, да? Да. От перезрелости и уже засахарилась. Ага. Практически, да. Есть тыквы, которые... Она очень сладкая. Не надо ни сахар, ничего. А вас как зовут? Надежда Яковлевна. Надежда Яковлевна. А вы, наверное, мама? Да. Помощница. Помощница, как... У меня тоже мама помощница. Вон, где это... Пробивает сахар. Ага. И он сразу сахарится. Получается... Карамель. Здорово. Но это уже храниться не будет. Ее однозначно только сейчас поесть или... Ну, так же вот сделать того варкера, который... Вот у них середина рыжая-рыжая такая. Да. Красота. Петю. Фотографирует. Петя и Федя. Петя и Федя. Да. Тоже рыжий. Под цвет тыкв. Под цвет тыкв. Маскировка, скажи. Даже внимание не обращает. Да что ж такое. Ну, сколько? Ее много тоже не возьмешь. Тыквы? Это на любите. Да рыжий. Вон про рыжую говори. Сейчас рыжий он сидит. Да. И рыжий пришел сюда. Конечно. Очень здорово. Как ее? Кашу лучше или что? Расскажите, как вы делаете тыквы? Вы знаете, это на любителя. Кто что делает. Ну, вот ваш любимый рецепт про тыквы. Я только кашу ем. Я ее не особо-то люблю. Ага. Но люблю как. Я делаю рис и пшено. Смешиваю. Оно тогда более нежно. И вот варю. Потом тыкву. Сначала проварю немножко в воде. Кашу. Крупу. А потом добавляю эту. И можно все от блендера. Она тогда пушистая делается. Очень вкусная. Ага. Ну да. Блендер делает чудеса твоих вообще. И добавляю молоко. Я молоко. Я когда кашу варю. Крупу. Я, ну как. Ну, до полуготовности. Помешиваем до полуготовности. Потом забрасываю тыкву. Потому что тыква быстрее варится. Ну вот. И добавляю молоко. Очень вкусно. И получается вот так. Да. Супер. Люди и запаривают. И что угодно делают. Ребята. Я испытываю прямо воодушевление, находясь в этом месте. Поэтому не буду. А то вы скажете. Это вам заплатили. Это реклама тысяч. Нет. Это не реклама. Я тоже не такой уж сказать. Я просто случайно ехал по этой улице. Так что можете мне поверить. Вот. Не дадите соврать. Я просто так здесь. Первый раз меня здесь видят. Поэтому. Заезжайте тоже. Тыква. Это всему голова. И витамины. Все. На этом откланиваюсь, друзья. Я ножом отрезал от того, что сейчас. И секундочку. От этого штуки. От этой самой фигни отрезал. Можно ее попробовать. Ее можно просто откусить. Она просто куснуть. Все. И насколько она это. Это серая тыква. Кусаем тыкву, ребята. Ну. Много-то не надо. Ее лучше в салат использовать. Сейчас все тыкву съем. Класс. Да зачем? Класс. Вкусная. Все. Что? Нет. Это слаще будет. Некоторые любят, но они едят сырую. Многие у вас говорят. Ой, а мы сырую едем. Да? Знаете, это лучше, чем фурте-М. Она более полезная, конечно. Тут доктор приезжал на днях. Угу. Мне сказал, что если тыкву употреблять периодически, но постоянно, это лучше, чем фурте-М. Для тех, кто употребляет спиртное. То есть все витамины. А? Для желудка хорошо. Да вообще хорошо это. У меня человек, он сосед, приезжает, постоянно покупает. Он вместо картошки использует в суп. Угу. Он ее режет аккуратненько, кубиками. И вместо картошки в суп использует. Да, потому что там крахмал тоже есть, но витаминов больше. Да, конечно. Овощ. Вообще я читал, чем дешевле. Она же недорогая, на самом деле. Вот сколько? Как недорогая? 50 рублей. 50 рублей килограмм. Не, ну есть у нас в Гусеве и во всех местах, где продают по 30 рублей. Ну просто люди за что работают, они вообще не могут. Ну понятно, да. Да. Ну я имею в виду, не 500 же рублей. Ну, опять таки, у нас топливо сейчас стоит 62 или 65 рублей из топлива. Попробуй ты это, взбодри. Однозначно. Денег стоит, да. Сейчас барана, вот идет у нас барана дисковая, 350 рублей. 350 тысяч. Но это не мало. И таких приблуд необходимо приобрести достаточно много. Прошу прощения. Так, конечно. Все, ребятушки, на этом я закругляюсь. Вот здесь вот. Вот за этом закутке. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо за вкусные тыквы. Будем кушать и набираться витаминов, надеюсь, не слишком в долгую зиму. Ну да. Тут на пол зимы и хватит. Насколько большие размеры необходимо. Все.